В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Время лекций и семинаров. 25 января день студентов. Летнему отдыху быть. Как в Березке пройду каникулы. Саров против Венеоргазпром. В Ледовом дворце проходят матчи юношеской хоккейной лиги. Далее расскажем обо всем подробно. Каникулы ковидного режима. Детский центр «Березка» с 1 февраля начинает прием заявлений на летний отдых детей. В условиях распространения коронавируса пока планируют провести 4 смены по 2 недели. Плюс одно профильное. Заполнен лагерь будет только на 50%. Подробнее расскажем в следующем репортаже. Обязательная термометрия два раза в день. Запрет визитов родителей. Ограничение общелагерных мероприятий. Пандемия диктует свои правила летнего отдыха. Коснулись они любимого горожанами лагеря «Березка». Прошлым летом он так и не смог открыться. В этом году планируют наверстать упущенное, но с соблюдением всех мер и правил профилактики. В каждую смену сможет поехать в «Березку» только 81 ребенок. Продолжительность смен тоже сократилась с 3 недель до 14 дней. Одномоментный заезд в соответствии с правилами. Обсервация некая на территории лагеря. Никто из лагеря больше не заезжает вновь, не приезжает. И в отряде будет меньше детей. И жить они будут не по 4 человека, как традиционно, а по 2 человека в палате. То есть сохранение социальной дистанции, она даже и в состоянии их покоя, когда они отдыхают. То есть больше должны площадь быть для детей. Будет больше мероприятий внутри отряда. Общие лагерные праздники и линейки можно проводить на открытом воздухе, но при этом взаимодействие детей из разных отрядов придется минимизировать. А вот как проводить соревнования по футболу или вылеболу, например, пока не совсем понятно. Возможно, если распространение ковида замедлится, ситуация стабилизируется, СанПин поменяют и детские лагеря смогут работать в прежнем режиме. Это будет понятно ближе к лету. Пока же «Березка» готовится к приему документов и заявлений. Отправлять их можно с 1 февраля. Нужно написать заявление собственноручно, согласие на обработку персональных данных и приложить следующие документы. Копия паспорта всех заполненных листов заявителя, копия свидетельства о рождении или, если ребенку 14 лет, то копия паспорта ребенка всей заявленной страницы и справка с места учебы, что такой-то, такой-то учится, такой-то, такой-то в школе. Бланки заявлений и образцы размещены на сайте березкадефиссаров.ру. Документы лучше отправлять по электронной почте «Березка Саров» собака Мэйл.ру. Березка в муниципальный центр и поехать туда может любой маленький житель города, независимо от того, где работают его родители. Главное, ребенок должен проживать и учиться в Сарове. Кстати, за жители города большую часть стоимости путевки оплачивают из городского бюджета. Полтора года «Березка» была закрыта, но комплекс поддерживали в рабочем состоянии. Сейчас активно начали готовиться к приезду детей. Начинаются ремонтные работы в связи, вот опять с действием, и чтобы работать беспроблемно летом, потому что досуг, конечно, это важно, но в первую очередь это здоровье ребенка и охрана его жизни. Уже сейчас приобретаются рециркуляторы в каждое, не только в крупные помещения, в большие, но в каждое детское помещение, где ребята будут проживать в их комнате. Досуговых смен будет четыре. На них могут поехать дети в возрасте от шести с половиной до пятнадцатой лет включительно. Затем планируют устроить традиционную дополнительную профильную смену для старшеклассников-студентов. Она будет идти десять дней. Четырех пешеходов оштрафовали на прошлой неделе в Сарове. Все они переходили дорогу в неположенном месте. Двух водителей задержались за нарушение правил проезда пешеходного перехода. Еще один горожанин привозил в машине маленького ребенка без детского кресла. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. На дорогах города произошло шесть ДТП с материальным ущербом. К счастью, обошлось без пострадавших. Всего сотрудники отдела ГИБДД зарегистрировали 11 нарушений правил дорожного движения, в том числе семь случаев, когда водитель находился за рулем в нетрезвом виде. Одного автолюбителя поймали пьяным повторно. Теперь ему грозит уголовная ответственность. Всем живем в одном городе. Нам ездить, ходить по этим дорогам. И самое главное, чтобы это было безопасно. И вот если каждый гражданин, каждый житель нашего города хотя бы выявит одного нетрезвого водителя, насколько безопаснее станут наши дороги. Сообщать о нетрезвых водителях можно по телефону 605-22 в дешевую часть, либо по телефону линии 02. На минувшей неделе в Сарове стартовала профилактическая операция «Дебитор». Сотрудники органов внутренних дел уже успели составить 9 материалов. К ответственности привлекли те, кто оплатил штраф несвоевременно или и вовсе решил о нем забыть. Как считают сами стражи правопорядка, точку в этом вопросе пока оставить рано. Поэтому операция продолжится. В настоящее время мы проводим работу по выявлению наших саровских злостных неплательщиков, которые не выполнили постановление, не исполнили, которые вынесли сотрудники ЦАФАП. Это центр автоматической фото-видеофиксации правонарушения в области безопасности дорожного движения Нижегородского. Сейчас проанализируем наши саровские списки и уже будем работать по этим постановлениям. Если минувшая неделя для пешеходов, водителей и сотрудников ГИБДД выдалась довольно мирной, это может преподнести неприятные сюрпризы. Всему виной погодные условия. Самое опасное на дорогах это когда переходит с плюс на минус, либо с минус на плюс. К концу недели, вот уже в четверг и пятницу, уже понижение температуры до ноля, до минус двух, до минус трех. Это вот самое опасное время, когда дорога становится непредсказуемой. Вроде бы и чистый асфальт, но с небольшой пленочкой, корочкой льда. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. 25 января в России традиционно празднует Татьянин день. С начала года в Нижегородской области зарегистрировано рождение восьми девочек с именем Татьяна. Имя замыкает тридцатку самых популярных в нашем регионе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В конце февраля в Сарове пройдет четвертая ежегодная конференция поставщиков. В ней примут участие первые лица города, руководители Орфеатсвнеев, муниципального сектора и других предприятий города. Мероприятие откроет выставка, которая расскажет горожанам о предпринимателях нашего города, познакомец продукции с саровского бизнеса. Принять участие в выставке и конференции приглашают всех бизнесменов Сарова, чья деятельность связана с производством, научных и инновационных разработок, мебели, текстиля, предметов интерьера, за исключением пищевой продукции. 27 января в Центре поддержки предпринимательства пройдет круглый столб по вопросам организации выставки. Зарегистрироваться на него необходимо по телефону 9-92-64. 1 февраля истекает срок подачи документов на сдачу ЕГЭ. В этом году выпускникам прошлых лет написать заявление можно в кабинете 205 Дома учителя, на улице Гагарина, дом 6. Необходимо предварительно записаться на прием по телефону 9-55-21. Более 140 саровчан прошли оба этапа вакцинирования против коронавирусной инфекции. 21 января прививки сделали более 120 человек, но медики ставят перед собой задачу выйти на показатель 200 человек в сутки. Для этого прививочные кабинеты в обеих поликлиниках переходят на двухсменный режим работы. Как рассказала заместитель главного врача КБ номер 50 Вера Маслова, следующая поставка вакцины в Саров в объеме 2100 доз ожидается в середине этой недели. Кроме того, в городе продолжается вакцинация от гриппа. Гражданам, которые решили сделать обе прививки, медики не рекомендуют проходить процедуру в один день. За минувшие сутки в России зарегистрировали 19290 случаев заражения. Из них в Нижегородской области 488. В Сарове за день ковид подтвердили у 36 человек. Снижается количество госпитализации. Из тех, кто лечится в больнице, 146 находятся в состоянии средней степени тяжести, 6 в тяжелом состоянии. Еще три человека стали жертвами болезни. 25 января в России отмечают День студента. Празднику 266 лет. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета. Свой праздник студенты всегда отмечали шумно и весело, но в этом году все гуляния пришлось отменить. Не отмечали и День первокурсника. Выпускный прошел в ограниченном формате. Как еще коронавирусное время отразилось на студенческой жизни, расскажем далее. Лекции, семинары, зачеты и экзамены. В эпоху посткарантина студенческая жизнь изменилась. Аудитории высших учебных заведений пустуют, а в коридорах стоит звенящая тишина. Сегодня учебный процесс кипит в виртуальном формате, а значит пока под запретом все маленькие радости жизни студента. Дружеское общение, походы в буфет за любимым кофе и проведение таких праздников, как День студента, посвят или конкурс талантов. Валерия Черкова до пандемии училась очно всего полгода, но уже успела влиться в бурную студенческую жизнь. Волонтерская деятельность, тренировки в танцевальной студии, должность староста и участие в общественной жизни института. Больше всего Валерия скучает по живому общению. Раньше у нас было очень много мероприятий, почти каждый месяц мы что-то проводили, собирались, у нас были репетиции, собрания, а сейчас в основном это либо в дистанционном формате, либо это вообще не происходит, особенно вживую. Поэтому не хватает. Пандемия внесла свои коррективы и в работу студенческого отряда обороны. Традиционно каждый год летом ребята ездили на целину. В прошлом году всероссийские региональные стройки студенческих отрядов были закрыты. Воспитанникам пришлось самим искать себе работу на трудовой семестр. С дистанционкой также есть сложности, поскольку стать полноценной альтернативой очной учебе она не может. Основная потеря в практических занятиях – это отсутствие лабораторных работ на реальных стендах. В этом семестре мы это компенсировали, потому что сдали себе лабораторную работу еще на той части, когда все было очно. Но если следующий семестр будет дистанционный, то это будет большой проблемой. Так как на третьем курсе это уже играет важную роль. День студента также пройдет в онлайн формате. Молодежный центр предложил ребятам принять участие в конкурсе видеороликов и фотографий «Универсальный студент». А на странице ВКонтакте совета обучающихся Саровского физико-технического института для студентов проводят конкурс репостов. В Ледовом дворце прошли матчи первенства Приволжского федерального округа по хоккей среди команд «ЮХЛ». Хоккейный клуб «Саров» принял на своем льду команду «Юниор» «Газпром Добыча». Первая встреча закончилась победой саровских спортсменов. А во второй день удача улыбнулась сопернику. Подробнее расскажем в следующем репортаже. Вторая игра с оренбургским юниором для саровчан была напряженной. Первые два периода соперники не отдавали друг другу преимущества. Юные хоккеисты играли быстро и слегка агрессивно. Из-за подножек и стычек спортсмены обеих команд получали штрафы. В третьем периоде саровчане открыли счет. Ответа от противников долго ждать не пришлось. К концу основного времени победитель так и не определился. Соперники равные. И та команда организованная, дисциплинированная. И наши ребята старались. Установку тренера выполнили. Поэтому никаких проблем. Игра получилась интересная, напряженная. Но вот в конце нам немного не хватило. Удаление подвело. Пропустили гол. Дополнительное время ситуацию не прояснило. Каждая команда пробивала по пять булитов. В ответ на две забитые шайбы от саровчан гости забросили три и вырвали победу. Булиты – это лотерея. У команды хозяев очень хорошо пробил оба булита Ибрагимов. А у нас, хочу отметить, Ковалевского Григория, который тоже забросил две шайбы. Хочу пожелать процветания саровскому хоккею. Сейчас трудные времена. Дай бог, чтобы руководители повернулись к лицам и к детскому, и к взрослому. Ну, чтобы больше было успехов. В таблице первенства Приволжского федерального округа среди команд ЮХЛ саровчане занимают шестую строчку. Последние игры в регулярном сезоне пройдут дома с пензенским дизелем в ближайшие выходные. Только свежее мясо с частного подворья. В торговом центре «Галактика» открылся мясной отдел от полюбившейся саровчанам пекарни «Сдобушка». Горожанам предлагают охлажденную свинину, говядину, субпродукты, полуфабрикаты, а также тушки кур, уток, индеек. В день открытия в отделе было не протолкнуться. Саровчане уже оценили качество мясной продукты от «Сдобушки». Свиная грудинка с аппетитными прослойками мяса и сала, мякость говядины и ребрышки, а еще фарш, субпродукты и замороженные полуфабрикаты. Все свежее и натуральное. В первые же минуты открытия отдела покупатели по достоинству оценили качество продукции и цены. Выбор было сделать просто. В магазине «Мясная сдобушка», который открылся в торговом центре «Галактика», есть все. У нас есть и свинина, у нас есть говядина, и индейка, и утка, и курица, и в разрубе легкая, печень, почки, сердце. То есть, в общем-то, по мясу у нас весь ассортимент, который мясной есть по свинине, говядине, курице, он у нас представлен. От идеи открыть мясной отдел до самого дня открытия прошло немало времени. Татьяна Лопатина кропотливо и придирчиво выбирала поставщика. Саровчанам она хотела предложить настоящее, что называется, домашнее мясо. В итоге стала сотрудничать с фермерским хозяйством из села Майдан Кстовского района. Сейчас ведь, знаете, очень сложно найти хорошее мясо, не хрюшку, которая выросла за 4 месяца уже вот такой, а действительно хрюшку, которая растет на домашнем корме, вырастает там не меньше, чем за 8 месяцев, за год. Искала очень долго. Но вот через друзей, которые, собственно, ведут меня за руку с этим бизнесом, нашла этого поставщика, фермера. Мясо очень хорошее, настоящее, вот прям вот, прям самое-самое. Сэкономить время и накормить семью вкусным обедом или ужином помогут сыровчанам замороженные полуфабрикаты от мясной сдобушки. Котлеты, пельмени, купаты готовят без усилителей вкуса и искусственных добавок. По семейным рецептам, которые передаются из поколения в поколение. Полуфабрикаты готовят небольшими партиями, чтобы граждане могли приобрести свежие заготовки к своему столу. У нас очень вкусные маринады и, ну, очень вкусный шашлык. Так что приходите к нам за маринадами, за шашлыком. У нас есть различная фасовка. Вы можете набрать сами сколько хотите. Например, там ножки в чесношном соусе очень вкусные. Также мы сразу накладываем пакеты для запекания. То есть ничего делать не надо, пачкаться не надо. Пришли, взяли ножки уже сразу в пакете, поставили в духовочку и все готово. Просто добавить огня это называется. Мясо и полуфабрикаты в любом количестве привезут домой, даже если вы хотите затариться на несколько месяцев и купить полтуши поросенка. От 500 рублей доставка бесплатная. Заказ лучше сделать за день. С акциями и графиком доставки можно ознакомиться в группе ВКонтакте. Задать интересующие вопросы и сделать заказ можно по телефону. Плюс семь девятьсот пятьдесят шестьсот восемь сорок шесть девяносто восемь. Магазин «Месная сдобушка» находится в торговом центре «Галактика» рядом с пекарней. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова